Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Снова мы на финансовых рынках. Сегодня у нас есть возможность подвести итоги вчерашнего крайне насыщенного дня, поскольку вчера тон рынку задавала пресса конференция премьер-министра Англии Терезы Мэй, и мы все видели, каким последствиям, собственно, она привела. С вашего позволения, сегодня давайте больше внимания, конечно же, уделим фунту, потому что о нем стоит поговорить. Это очень интересный актив по итогам вчерашней торговой сессии. Я думаю, что у нас есть уже определенный фундаментальный потенциал, чтобы использовать его в торговле дальше. Но начнем мы, как и всегда, с нашего привычного набора инструментов. Это нефть и российский валютный актив. Нефть, пожалуй, один из немногих активов, который сейчас своей динамикой поддерживает настроение, потому что рисковые инструменты и прочие сейчас неохотно снижаются. Соответственно, если они не снижаются, значит, у нас и доллар не торопится расти. А большинство идей у нас как раз и завязано на подобной динамике. Но вот что касается бренда, мы постепенно, планомерно двигаемся к нашей с вами цели в 53 доллара за баррель. Клосс вчерашнего дня 55.48 и сейчас актив торгуется чуть выше, 55.67. Говорим мы традиционно про фундамент. Если сейчас сделать пару слов техники, я очень доверяю формациям, которые являются разворотными. В частности, по бренду, как раз такая свеча у нас вчера и нарисовалась. Надеюсь, что эта формация будет иметь логичное продолжение и мы сможем подтвердить еще и техникой наше представление о том, что этот актив должен снижаться. Если детально разбирать вчерашний день по нефти, большую часть видели как актив рос. В частности, это восстановление было связано с слабостью американца. Доллар пока очень болезненно реагировал на комментарии Трампа по поводу того, что слишком высоко забрался в последнее время. В частности, эти комментарии были сделаны Трампом в минувшие выходные. Ну и, конечно же, поддержку нефти также резонирующим эффектом оказала и позиция Саудовской Аравии. В частности, министр нефти отметил, что данный регион готов действовать не только в рамках индивидуальной квоты по ограничению, но и взять на себя больше ответственности по снижению добычи, поскольку крайне заинтересован в восстановлении от баланса. Но поскольку медведи оказались в рамках дня сильнее, мы также должны сказать, что же стало тем самым фундаментом поддержки для них. Это в основном все-таки скепсис, о котором мы уже говорили, о том, что безукоризненного соблюдения договоренности вряд ли мы увидим и дальше. И еще более важный фундамент базируется на публикации доклада от Управления энергетической информацией США, согласно которому было обозначено в качестве прогноза ожидание роста добычи в США примерно на 41 тысячу баррелей в сутки вот на ближайшие 6 месяцев. Вы помните, мы следили за ценами на нефть, следили за динамикой роста терминалов Бейкер-Хьюз. И уже в конце 2016 года предположили то, что США может легко прибавить еще несколько сотен тысяч баррелей и компенсировать отсутствие, опять же, прежних показателей по добыче со стороны ближневосточного картеля. И вот сейчас мы получаем цифру уже официальной источника сами Соединенные Штаты Америки, которые говорят о том, что мы правы. То есть США будет увеличивать предложение. И важно еще отметить то, что в этом прогнозе, в этом докладе от Управления энергетической информацией лично я увидел явное беспокойство, озабоченность по поводу того, что снижение и ограничение добычи ОПЕК не поспособствует разрешению проблемы с перенасыщением. И более того, это соглашение не только не решит эту проблему, но и позволит другим регионам, которых вы прекрасно знаете, увеличивать производство, добычу и, соответственно, делать вот еще больше перекосов в этих экономических категориях о спросе и предложении. Поэтому нефть снижается, уверенно, не просто так. Она имеет достаточно для этого фундаментальных оснований. И вот, как отметил, у нас есть еще и технические средства того, что стоит делать ставку на коррекцию. В переходе с сегодняшнего дня на завтрашний ночью в 0.30 по московскому времени выйдет отчет Американского института нефти. Если мы увидим снова прирост запасов, что вполне возможно, ведь в прошлый раз мы видели, вопреки ожиданиям, тогда появится еще и локальный фактор давления. Ждем бренд в районе 53 долларов за баррель. Я считаю, что если доберемся до туда, получим импульс для еще более низких ценовых значений. Рубль на тех же самых значениях и рубежах, что и днем ранее 59.40, 59.50. Если сегодня коррекция нефти продолжится и нефть получит импульс для еще большего ослабления, тогда мы сможем забраться по паре выше 60, соответственно, против американца. Цель среднесрочная это 62. Нужно добраться до этого рубежа, чтобы уже потом оценивать новые ориентиры для девальвации. Но то, что факторов в пользу того, что рубль должен слабеть больше, совершенно очевидно. А теперь давайте переключимся на британца. Обычно мы говорим про доллар либо евро, но нужно отдать должное тому фундаменту, который сложился на финансовых площадках вчера. Важнейшее событие и о нем поговорим. Пресс-конференция, премьер-министра Англии Терезы Мэй. И вопреки ожиданиям мы строили снова избыточные ожидания. Вот я рекомендовал, не раздумывая, продавать фунт после пробоя поддержки 1.20. В понедельник даже дал конкретный сигнал торговый. Но немножко, признаюсь, перемудрил сам и зашел в эту сделку на тех уровнях, на которых фунт торговался вчера. И, к сожалению, попал в просаг, потому что вы все прекрасно видели, то, что конференция Терезы Мэй не стала причиной ослабления фунта, а, напротив, поспособствовала его активному росту. Больше 2,5 фигур. Локальный хай практически 1,24, даже выше 24,50. Сейчас идет коррекция, но большой вопрос. Эта коррекция к чему приведет? К развороту и основу к возвращению фунта в район 1,20? Либо это все-таки локальный откат, прежде чем фунт двинет выше? Мы сейчас попробуем определить дальнейшие ориентиры, отталкиваясь от того, что же услышали от Терезы Мэй. Основной импульс, как мне кажется, восстановления фунт получил после того, как было принято решение провести голосование сразу в обеих палатах парламента. Естественно, по вопросу Брекзита. Напомню то, что мы знали, что Тереза Мэй будет выступать. Мы знали то, что якобы на рынке объявился инсайт, который был обозначен еще в выходные, о том, что это произойдет во вторник. То, что Тереза Мэй сделает акцент на выход Англии из состава ЕС и позволит всем тут же говорить о мрачных и негативных последствиях, связанных с этим. Но вот Тереза Мэй и ее риторика была исключительно мягкой и позитивной. Но лично я сделал такой вывод, и я думаю, что не только я, потому что фунт отреагировал на ее слова не снижением, а ростом. Помимо того, что нужно провести голосование в обеих палатах парламента, Тереза Мэй добавила то, что будет сотрудничать активно с Уэлсом, с Шотландией, с Ирландией, тоже по процедуре Брэкзита. То, что считает крайне необходимым сохранить доступ к европейскому рынку, но понимает то, что исходя из ее прежней позиции это будет сделать очень трудно. Поэтому минимум, что может сделать сейчас Англия, это продолжать делать членские взносы, которые полагаются якобы европейской пока что Англии. Если с этим возникнут проблемы впоследствии, то Англия не против рассмотреть в незамедлительном таком порядке возможность создания нового соглашения по свободной торговле со странами Европейского Союза. Это очень важно. Ну и, пожалуй, что еще стоит отметить, то, что Тереза Мэй явно верит в то, что позиция и прочих европейских стран будет довольно мягкой, поскольку она все-таки обозначила готовность обсуждать вопросы и полную дорожную карту выхода из состава ЕС. И это будет более, скажем, прозрачной такой четкой картиной Брекзита, нежели предполагалось ранее. Потому что голосование в обеих палатах, это значит выработка тех условий, которые признают все, единого соглашения без каких-либо промежуточных результатов и итогов. В общем, вывод, я думаю, что следующий. Если Тереза Мэй изменила собственным взглядом, значит, в принципе, это не просто так. И, возможно, развитие дальнейшего позитива, ну, по крайней мере, уже не обсуждение каких-либо крайне негативных последствий для Англии, может действительно завести британца гораздо выше текущих значений. Но есть, правда, еще один риск. Он связан с тем, что в ходе дальнейших переговоров снова могут возникнуть какие-то несостыковки. Тогда рынок развернется радикальным образом снова вниз и пойдет на уровень 1.20. Под конец года у нас была хорошая возможность, точнее, возможность, которую мы реализовали уже в начале 2017 года, добраться до отметки 1.21. Мы это сделали, получили хороший профит. Я надеюсь, что многие из вас сейчас разделяют позицию, скажем, по фунту, того, что долгосрочно это может быть интересная сделка для продажи, но все-таки многие не стали рисковать, к примеру, как я, и не вошли в эту сделку. Я, к сожалению, это сделал, соответственно, закрывался чуть выше отметки 1.24, поскольку искренне верю и полагаю, что восходящее движение может быть продолжено и дальше. Поэтому рекомендация тем, кто сейчас вне сделки, вне рынка, это уже подержаться пока подальше от фунта, поглядывать на его динамику, ну и, соответственно, ждать, пока у нас не появится прочий фундамент, новое основание, чтобы сделать ставку на какое-то конкретное направление. Пока я не вижу железобетонного сигнала, чтобы сказать, как в отношении, к примеру, евро, то, что мы пойдем непременно вниз. По фунту такой позиции нет. Евро был вчера ведомым активом, поскольку ситуация в Англии, она касается всего валютного блока, то позитив по фунту стал таким же позитивом для европейской валюты. Сегодня у нас важный отчет по индексу потребительских цен еврозоны, он выйдет в 13.00 по Москве. Очень важная статистика, потому что уже завтра у нас заседание Европейского центрального банка. Если будут сигналы снижения инфляции, то завтра Мария Драги будет снова говорить о возможных новых стимулах, которые я по-прежнему рассматриваю в качестве жизненно необходимых для еврозоны. Может быть, не в совсем таком радикальном ключе, но хотя бы какой-то мягкий сигнал того, что, может быть, если потребуются ставки, будут снижены, и программа количественного смягчения будет действовать еще дальше, чем сейчас определено. В любом случае, об этом мы услышим только завтра, и, соответственно, поговорим детально уже в пятницу. Но не забывайте о том, что если сейчас хочется закрыть глаза на макроэкономический фон, вы не видите сигналов того, что инфляция испытывает, опять же, тенденцию к снижению, и верить в потребительскую активность, правда, это безосновательная позиция, я советую не забывать про политические риски, которые многие расцениваются в качестве основного сигнала для продажи евро. В общем, как и раньше, я осмотрю по евро вниз, и советую придерживаться прежнего взгляда на то, что европейская валюта снова уйдет ниже отметки 1,05. Доллар японской иены. Здесь у нас инаугурация уже на носу в пятницу, и если до этого доллар слабел только под воздействием, соответственно, нереализованных ранее ожиданий, то, что Трамп позволил себе высказывание о дорогой валюте, но он позволил это высказывание не в контексте целом американского валютного инструмента, а в конкуренции с китайским юанем, потому что речь шла о этой валютной паре. И, может быть, рынок даже сделал неправильный вывод, потому что Трамп таким суждением сделал акцент на то, что, в отличие от Китая, соответственно, США не пытаются развязать какие-то потенциальные девалюционные войны и не пытаются искусно создавать преимущества для национальной валюты и национальных производителей. В общем, это рыночный механизм влияния на курс. Что мы ждем от инаугурации? Я думаю, что после 20 января, может быть, даже уже постфактум в эту пятницу, мы дождемся поддержки для американца. Как только Трамп вернется к большей конкретике по стимулам бюджетного регулирования и влияния воздействия на экономику, тогда рост американца будет выражен еще сильнее. Считаю то, что текущие значения – это пиковые. Можно предположить то, что пара просто по инерции сможет добраться до 110, но это уже экстремумы минимальные. И поскольку мы сейчас ждем с вами важный отчет по инфляции и инаугурации Трампа, я думаю, что можно уже ставить на рост американца. Доллар-канадец. Здесь я очень много сказал про нефть. Если мы сегодня получим импульс для коррекции цен на черное золото, тогда USDCAD у нас может оттолкнуться от текущих значений, на которых торгуется 1,3072, чтобы оказаться выше 1,3150. Наша с вами долгосрочная цель 1,35, и по этой паре я не сомневаюсь, что мы сможем добраться до этой цели. Американский фондовый рынок выглядит довольно неплохо, как и раньше. Думаю, что в пятницу мы получим хороший рост по этому сектору, и он будет продолжен не только на этой неделе, и, собственно, как говорил, до конца минимум первого квартала. Золото сейчас уже выжило весь позитив, который можно было только выжить на рынке. Если мы уже, да не мы, весь рынок миновал все негативные последствия, связанные с Брекзитом, значит, есть уже негатив, который полностью отыгран, я надеюсь, в долларе по поводу нереализованных ожиданий по конкретике о бюджетных стимулах. Ну, политику можно сюда добавить по еврозоне, но это вопросы, скажем, среднесрочной перспективы. Не вижу оснований для дальнейшего роста золота. Поэтому, если вы сейчас находитесь, опять же, в раздумьях, торговать ли вы не торговать, и что делать с этим активом, я думаю, что по мере приближения к поддержке 1200 долларов за тройскую унсу, можно смело вставать в короткие позиции, уже рассчитывая на то, что мы снова окажемся ниже планки 1150. И события сегодняшнего дня, как уже отметил, данные по инфляции у нас в еврозоне, в США, еще ставка по Канаде в 18.00 по московскому времени, в 19.15 пойдет пресс-конференцию руководства Банка Канады. Ждем намеков на сохранение тенденции стимулирования, не ждем снижения процентной ставки сейчас, но хотя бы комментариев о том, что это возможно, дальше мы, комментарии мы, наверное, получим. В пятницу у нас будут данные по инфляции, по Канаде, если отчет снова просядет, тогда мы уж точно будем готовиться к возможности снижения процентной ставки. Это еще один сигнал в пользу распродажи канадского доллара против американцев. На этом, собственно, все. Если есть вопросы, вы знаете, что их можно задавать на форуме Амаркетс и на нашем канале на Ютьюбе. С радостью на каждый из них отвечу. Осталось пожелать вам только хорошей и прибыльной торговой сессии и хорошего завершения недели. Всего доброго. До свидания.